Приветствую вас. Я полагаю, что в первую очередь нужно отметить, что речь идёт об отсутствии личных границ у родителей и у молодой семьи. Личные границы всегда очень тесно связаны с ответственностью, то есть родители не понимают границ с ответственностью, то есть где их границы заканчиваются, например, где начинаешь за границы других людей, в частности их детей, вот, и так далее. То есть именно по этой причине родители, точнее по одной, это одна из причин, по которой родители вмешиваются в личные границы, в личные отношения молодой семьи. Ещё, что не менее важно, это то, что родители, с одной стороны, считают, что они помогают детям, то есть считают, что они делают что-то на пользу, там ещё, ну, такое их, грубо говоря, понимание, да, счастья. Такое у них вот понимание счастья. Это первое. И второе, это то, что они так реализуют свою значимость, так они бегут от ответственности за свою жизнь, и так они бегут от себя, от своего одиночества. Ну, от чувства, от своего одиночества, так они чувствуют себя хоть с кем-то. Вот. Поэтому основная история заключается в том, чтобы родителей занять, занять чем-то, занять чем-то и установить всё-таки личные границы. Без этого невозможно будет абсолютно ничего. Потому что, если снова и снова родителям не говорить «нет», если снова и снова не показывать родителям, что они могут, а чего не могут, вот, то ситуация будет складываться весьма и весьма поплачевно для всех. Вот. Надеюсь, данный аспект вам понятен. Вот. Конечно, существуют ещё и более такие индивидуальные черты, индивидуальные качества, индивидуальные аспекты. Вот. Которые могут иметь место, конечно же, быть в данной ситуации. Вот. Но мне думается, что ключевая, ключевая вот такая картина, она именно в этом. То есть, в принципе, поскольку больше информации вы не подоставили о себе, то я думаю, что это единственное, что можно ответить. Вот. То есть, дело не в том, что родители лезут. Дело в том, что у детей, да, у детей нет ресурсов. Для того, чтобы научить, чтобы научить своих родителей, да, не лезть туда, куда они просят. Вот. То есть, здесь-то, ну что вы говорите? Здесь-то вы какую мысль ключевую, значит, доносите? Здесь-то доносите мысль такую, что... А-а-а... Мои родители виноваты. Мои родители ответственны. Молодая семья не ответственна ни за что. Так вы пытаетесь сказать нам. Я понимаю, что, возможно, вы считаете по-другому. Я понимаю, что, может быть, вы знаете, что это не так. Я понимаю. Но поймите, поймите, что ваша фраза, ваше высказывание относительно этого, она звучит именно так. Вот. А это значит, что вы перекладываете ответственность сами, а это значит, что родители делают то же самое. И как в таком случае? То есть, ну... Как вот вы... А-а-а... Как вы видите эту историю? Поменять родителей? Не получится. Или, может быть, вы... Может быть, вы считаете, что... А-а-а... Поняв, например, почему они так делают и почему они так поступают, вам станет легче? Нет, не станет. Потому что... Проблемы будут оставаться. Вот. Проблемы будут... А-а-а... Значит, ну... Потому что, ну... Проблемы будут... А-а-а... Все равно. Потому что, ну... Средители как вмешивали, да, они... Так и будут вмешиваться. По сути. Так что, это работа с вами. Это работа с вами. Это работа с вами. Вот. Примерно так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Обращайтесь к психологу за личной консультацией. Вместе с... Э-э-э... Партнёром. Вот. Будем работать. И... Помогем вам выстроить границы. Такие, чтобы... Не было никаких проблем. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если... Сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. И удачи. И удачи. И удачи.